Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Илья Бобров и сегодня я покажу вам как из вашего телефона и простой Google картонки, Google картборда, либо лучше сделать подобие, хорошо в принципе работающее Oculus Rift. Для этого нам потребуется три программы, это RiftCut, то есть регистрируйтесь здесь, качайте его, версия есть платная и бесплатная, бесплатная версия ограничения 10 минут по времени. Дальше Android клиент в Rich, у меня здесь бета, потому что я участник бета теста, вы тоже при желании сможете туда записаться. И Rewive. В принципе первым делом даже можно скачать Rewive Installer и установить Rewive, также нам понадобится Rewive Injector и Rewive Patch. Тоже открывайте их, дальше качайте и запускайте приложение RiftCut. И открывайте его же соответственно на телефоне. Вот у меня уже все открыто, у вас если найдет телефон, прошивка кстати, Android не должна быть меньше пятой, иначе не запустится. Вот откроется такое окно, давайте сразу полезем в настройки. Вот у меня стоят такие настройки, вообще здесь у меня обычно до 59 мегабит доходит, но сейчас почему-то 9, вот, и 60 кадров в секунду. Но у меня бетрейт стоит на 25 мегабитах, мне обычно этого вполне хватает. Так, посмотрим, что же нам нужно в телефоне, когда мы туда приконнектимся. Вот, телефон нам в принципе говорит, что готово, стартуйте игру на Desktop аппликации. Здесь настройки у меня вот стоят две галочки, Rendering, Timing, Immediate и Tracking Mode, это стандартный Google Wear. В принципе, здесь нам больше ничего не надо, единственное у меня идет по Wi-Fi соединение, можно еще сделать USB модем. То есть, подключаем, если по кабелю все, здесь тоже будет выбор подключения по кабелю. Так вообще, по идее лучше, но у меня, в принципе, оно так работать не хочет. Так, вот, если мы это все сделали, идем в Steam, нам нужен SteamVR. Обязательно, в свойствах, вообще, во всех приложениях, которые будете запускать для VR, отключайте здесь галку, убирайте, игровой кинотеатр в режиме виртуальной реальности, это нам не надо. Как вы только запустите, у вас будет первая настройка, там ничего сложного нету, все нормально, хорошо настраивается. Вот, в принципе, сейчас вот запустится, то есть, вот, VRIDGE запустился, на телефоне у меня тоже пошел стриминг. Здесь, в принципе, можно это посмотреть, нажимаем Display Mirror, попадаем в виртуальное пространство, и, надеюсь, это не будет тормозить. Вот, я телефон верчу, все, в принципе, работает. Вот, значит, уже полдела сделано, так скажем, пока нам это не надо. Дальше покажу на примере Project Cars, как запускать игры в режиме виртуальной реальности. Нам здесь как раз пригодится ранее скаченный Revive Patch и Revive Injector. Просто копируем в папку с исполняемым файлом обязательной игры, в данном случае, это Pcars64, и патч, и Revive, и патч, и инжектор. И дальше, в принципе, сейчас можно запустить уже Display Mirror. Вот, и дальше, первый раз, по крайней мере, у меня потом запускается без этого. Просто берем и перетаскиваем на Revive Injector X64. Вот, сейчас игра запустится. В принципе, вот, игра запустилась. То, что здесь говорит, не отмечает, неважно. То, что происходит у вас на телефоне, вот такая вещь, это тоже неважно. Так, правда, работает только в Евротрак Симулятор и Project Cars. В остальных все идет нормально. Вот, но как только вы сядете в трак или начнете заезд... Сейчас мы вот здесь выберем. Или начнете заезд... Все станет нормально. То есть, вы нормально все будете видеть первого лица. Ну, естественно, ваши... То есть, то, что сейчас я сделаю пару скриншотов. Покажу, как это выглядит именно на телефоне. Просто неудобно было бы снимать с телефона. Это еще все. Сейчас могут быть артефакты. Их тоже пугаться не надо. Я точно так же сделаю скриншот с телефона, как это выглядит на телефоне. Потому что запись, она идет, ну, не очень хорошо. То есть, на телефоне мы видим, что у нас... То есть, здесь мы видим, что у нас такие артефакты. Но, тем не менее, вот я сейчас сделаю скриншот. Вот, на телефоне все нормально. То есть, здесь никаких задержек, ничего нету. Вот, мы можем все нормально осмотреться. И, в принципе, ездить вверх-вниз, назад куда-то. Если еще сделать фритрек, можно и голову из машины высунуть. Такое. Тоже, в принципе, будет работать. То есть... Вот. Ну, сейчас мы никуда не поедем, потому что у меня на руле стоят настройки. Да, и качество еще такое потому, что, по идее, видимо, запускается для первого Oculus Rift все это. Поэтому картинка может быть, ну, не на максимальных настройках. Это, кстати, лечится, в принципе, тем, чтобы здесь увеличить рендер скейл, если не считаются какие-то надписи. И что-то еще. В принципе, вот, так можно запускать очень много игр. Лично я вот пробовал Adrift, Subnautic, Toyplane Heroes, War Thunder, даже Elite Dangerous Arena. Все это прекрасно работает, все отлично. По поводу того, чтобы через RiftCAD запускать игры для Oculus с этим STK, или вот здесь есть своя библиотека тоже. Про это я ничего говорить не буду, потому что, ну, сейчас видео немного про другое. Если будут вопросы, спрашивайте, вступайте в группу ВКонтакте. Это, грубо говоря, официальная группа от разработчиков, потому что мы вот есть даже у них в официальном блоге. Тут, собственно, все новости и так далее. То есть вопрос, список игр. И, в принципе, вот. Ну и на этом все. С вами был Илья Бобров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok